Сотрудники ГИБДД района предлагают к рассмотрению способа повышения безопасности на дорогах города. По мнению блюстителей порядка, установка еще нескольких знаков и лежачих полицейских поможет в решении некоторых проблем. Рассказывает Алексей Ташков. По информации ГИБДД, с 9 по 15 февраля на территории Балашикинского района произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 человека. За этот период сотрудникам ГИБДД было выявлено 896 нарушителей, из них 741 водитель. Основные нарушения – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, без водительского удостоверения, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима и правил пересечения железнодорожного переезда. В целях улучшения обстановки на дорогах города ГИБДД района предлагают следующие меры. – Хотелось бы отметить, что за 2002 год на территории Балашихинского района зафиксировано 150 происшествий, из которых 86% сопутствующими недовлетворительными дорожными условиями. Мы выявляем очаги аварийности, то есть места концентрации ДТП, и в этих местах вносим наше предложение. Основные наши предложения – это, конечно же, строительство трех светофорных объектов на территории города. За 2002 год в городе было установлено порядка 10-15 новых дорожных знаков. То, что касается администрации города Реутова, мы направляем туда перспективные планы развития, предположим, эксплуатации, внедрения технических средств регулирования дорожного движения. Администрация нам идет навстречу. На основании топографического анализа аварийности в администрацию были направлены предложения, и после чего были установлены искусственные неровности по адресу Советская возле школы номер 7, а на перекрестке улицы Победы установлен светофорный объект, тем самым была принудительно ограничена скорость автотранспорта. В заключении напоминаем, что еженедельно по пятницам с 15 до 16 часов по телефону доверия 002 проводится час начальника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...